Журналисты и участники «Что, где, когда» Равшана Аскерова завели уголовное дело. Следственный комитет России обвиняет его в реабилитации нацизма. Я не удивлен, эта формулировка. Всех теперь обвиняют, кого обвиняют в реабилитации нацизма. Кажется, это такое обязательное явление. Но конкретно Равшана Аскерова обвиняют за пост в Фейсбуке о маршале Жукове. Якобы Аскеров опубликовал, я цитирую, заведомо ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память великого российского полководца и защитника Отечества. С большой буквы, конец цитаты. А вот что было в этом посте. Я сейчас процитирую пост. В России в центре Москвы у псевдоисторического музея стоит памятник мародеру со стажем. Он вывозил из Германии в значительных количествах мебель, произведения искусства, различное другое трофейное имущество для своего личного пользования. Напомню, что пост этот примерно совпал по времени с тем, что стало известно о мародерстве российской армии в Украине. Это тоже надо контекст, в качестве контекста надо понимать. Сейчас этот пост уже удален, а сам Равшан Аскеров у нас на связи. На самом деле это значит, что события, которые там происходят, вас не оставляют равнодушными и заставляют... Не оставляют равнодушными события, которые происходят сейчас там, где идет война. Любой нормальный человек, даже, значит, лишенный эмпатии, я думаю, все равно сейчас не может оставаться равнодушным к тому, что происходит там. Дело в том, что я вырос в стране, которая вела 30 лет войну, и, слава богу, закончилась, как я надеюсь, эта война. И поэтому война для меня это не пустой звук, и страдания людей не могут быть, не вызывать... Я правильно понимаю, вы сейчас не в России? Я, собственно, поясняю... Я покинул Россию сразу после того, как стало понятно, что эта война, она надолго. Это случилось еще до уголовного дела, то есть вы уехали вовсе не из-за того, что лично вам что-то угрожало, вы уехали в знак протеста против войны? Я уехал потому, что я понял, что находиться в этом государстве, в этой стране для меня своими убеждениями невозможно, потому что для меня его триггером стало закрытие СМИ оппозиционных, закрытие социальных сетей и такое максимальное возвращение к Советскому Союзу. Я говорю, что я жил в Советском Союзе, я больше не хочу там жить, а то, что происходит, это вот этот Советский Союз, это сейчас мы будем... у нас будет единая такая линия партии, шаг право, шаг лево, это уклонизм, статья и расстрел. Вот запрет на любое мнение, ну вот это как бы все дает понять, что находиться там небезопасно любому нормальному человеку. Или ты сойдешь с ума? Это важный, кстати, момент. Я, извините, позволю себе немножко о идентичности. Вот в чем дело. Я когда представлял себе свою эмиграцию, вот я думал, вот если в России случится диктатура, и мне придется срочно уезжать. Мне пришлось уезжать в Европу, так вышло, но могло в любую другую страну. Я знаете, как рассуждал? Мне вообще не важно, какая это будет страна, потому что это не моя родина. И есть ли там диктатура или нет, мне тоже не важно, потому что меня волнует то, что я уехал от своей, а не важно куда. Ну я как бы уехал и жду, что вернусь, понимаете, да? Вот вы также, я почему сейчас, я не знаю, просто можете ли вы ответить свободно на этот вопрос, но я попробую его задать. Я могу ответить свободно на этот вопрос, я уехал. Наверное, понятен мой вопрос, да. Да, я уехал из России. Для меня было важно уехать из, потому что там я не могу находиться, это однозначно. И да, я приехал туда, где мне комфортно. Но, в принципе, я могу жить в любой другой стране, где нет опасности при высказывании своего мнения. Где нет, где есть второе мнение, где есть возможность говорить, какую-то оппозицию власти представлять. Азербайджан свободнее России сейчас в этом смысле? Сейчас все свободнее России. Вы очень ярко полемизируете в своих постах. Иногда там прям такие, знаете, хлесткие фразы. Вы в этом смысле похожи на Евгения Ройзмана. Я вас двоих, двух читаю, как очень похожих в этом смысле полемизаторов. Почему так хлестко? У Ла Ройзмана, ну, окей, хорошо. Почему так хлестко? Вы, понятное дело, можете писать по-разному. Вы можете писать, я думаю, супер правильно, очень грамотно и очень, как бы это правильно сказать, высокопарно даже при желании, интеллигентно. Выбираете то, что выбираете, например, в отношении Липен. Потому что что? Что накопилось? Потому что люди тупые и понимают только вот так, на отмашь. Понимаете, если вы будете метать бисер перед свиньями, это будет очень долго и совершенно неэффективно. Поэтому, а когда вот так на отмашь, резко, хлестко, тогда, может быть, человек остановится и немножко подумает. Потрет щеку, по которой вы врезали, и немножко придет тебя. И, может быть, задумано. Потому что сейчас, ну, можно разговаривать очень долго и растекаться мыслью по древу, но люди не остановятся. Надо, чтобы начинали думать, уже поздно, долго, раскачиваться. Равша, но ведь Жуков действительно вывозил трофеи из Германии. Почему это до сих пор секрет для всех и не обсуждается широко? Это не секрет. Это просто мне показалось, мне кажется, что это такая показательная попытка показательной портии, что нельзя посягать на наши святые иконы. Потому что есть, видимо, какая-то, ну, понимаете, любая экспертиза, любой источник скажет, что это правда. Что вот фраза «заведомая клевета» – это вот эта клевета, что эта клевета, и это есть неправда. Поэтому я думаю, что здесь вопрос такой, надо, известный, ну, когда известный популярный человек из популярной передачи сказал что-то задевающее нашего героя, давайте из этого раздуем какой-нибудь скандал. Вообще, мне кажется, что поиск внутренних врагов всегда связан с тем, что на внешнем фронте у тебя нет никаких достижений. Именно поэтому хочется найти внутреннего врага, как в 30-е годы, когда говорили, что, ну, почему мы не можем победить и построить коммунизм, потому что у нас куча внутренних врагов народа, с ними надо бороться. Та же самая история, я думаю, происходит сейчас в чистом виде. Смотрите, вы, я так понимаю, не только вы отказались участвовать, кстати, вы сами сказали, упомянули программу, но давайте говорить, что когда это популярнейшая программа, многолетнейшая программа, и вас она сделала знаменитым. Я смотрел ее столько, сколько себя помню, и 76-го года, ну, то есть вот как начал себя помнить, так смотрел. А я тоже. Смотрите, у нас это объединяет. Смотрите, ну, кто-то, наверное, из ваших коллег по программе отказался участвовать в ней ровно из-за войны, кто-то, наоборот, остался. Вы это обсуждаете между собой и публично, и позицию? Нет, это вообще, я считаю, что это позиция каждого человека. Я никогда никого не осуждаю за его позицию в данном случае, в данном, да, потому что, ну, я вообще не считаю, что это правильно осуждать людей, которые участвуют. Потому что для меня сейчас, вот сейчас, чтобы тебе показать, для меня это глоток нормальной жизни на такое окно, такой нормальной жизни на этом сумасшедшем российском телевидении. Это часть вот этого окошка, где, да, мы живем, где нормальные люди в нормальной одежде говорят нормальные вещи, не истерят, не впадают в истерику, не кричат, не кликушествуют, не говорят, а пытаются рассуждать, думать. А еще не орут, не впадают, потому что никак в других программах не накидаются друг с другом водой до сих пор, не деретесь. Смотрите, тут важный момент, потому что для многих людей, для многих людей, сейчас я буду немножко, наверное, снобом, но я думаю, что есть места, где люди из что, где, когда, это такие, знаете, дипломированные умные люди. И других, и мы сейчас попробуем перед подключиться, я задам вопрос про дипломированные умных людей. Я, собственно, хотел спросить, будет ли заявление от тех самых умных людей из что, где, когда, о том, что происходит там, провоенное или антивоенное, на что я надеюсь, хотя бы от части из них или нет. Равшан, к сожалению, отключился, потому что интернет ровно такой, какой есть, и я попробую сейчас ему задать еще раз этот вопрос. Очень коротко, для некоторых из зрителей федеральных каналов, люди из что, где, когда, это просто, ну, очевидно, умные люди. Других на телевидении они не видят, а вы про вас точно известны, вы вот умники. Понятное дело, что когда умные люди делают антивоенное или военное заявление, ну, заявление, это заметно. Других умных они, может быть, бы и не встретили, а если встретят, то не послушали бы. Может быть, такое случится или не может такого случиться, как вам кажется? Что кто-то из что, где, когда скажет, ребят, это надо заканчивать. Вот, мы точно это говорим. Мы собрались, мы умные, поверьте нам, вот мы умные люди, говорим, это надо заканчивать. В рамках, вы хотите, в рамках чужой передачи, я думаю, что это вообще, ну, как бы, вы призываете говорить это в рамках другой передачи, чужой, это как-то странно звучит, да. Есть какие-то правила, это вообще совсем не про это. Так, вот, отдельно, да, вот я уже себя не ассоциирую, да, я не ассоциирую с этой игрой, но за мной идет такой шлейф вроде бы умного человека, я могу сказать, что да, это неправильно. Но вообще, какой бы умный, дипломированный человек не был, если он скажет, что он за войну, вот его, наверное, тут же развенчают и деклассируют и переведут разряд сумасшедших. В конце концов, даже те люди, которые отдают приказы бомбить, они все равно говорят, что они за мир, да, даже в этом плане. Поэтому, ну, вот я могу сказать, что да, и вы говорите, что вы против, но... Илья Новиков, по-моему, с автоматом говорит, что он против сейчас просто, чтобы нам было... Ну, потому что он находится в оконистой страны, и он защищает страну, в которой он живет, и он это видит так. Мы с Ильей, кстати, недавно говорили, обсуждали это, но вот он видит так мир, что он осуждает то, что выходит передача. Я не осуждаю, я считаю, что должно быть что-то нормальное, что-то нормальное в этой стране, которое позволяет людям стряхнуть себя, вот это промывание морков и начать думать. Хотя бы час времени мы можем смотреть нормальное телевидение нормальных людей, говорящих на зомбированные какие-то темы. И вот это, я думаю, нормально, и это правильно. Я сам не могу, например, для меня это невозможно. Но есть некоторые, которые могут, и, в принципе, я их не обсуждаю. После этой передачи не становится больше желающих убивать, грабить и насиловаться. Это правда. Очень коротко, как вы себя будете защищать и будете ли от этого уголовного преследования? Я думаю, что в конце концов, когда будет... Во-первых, я, слава Богу, не в России. Во-вторых, я вам скажу так, ну, я думаю, им хватит ума не доводить дело до суда, потому что там реально нет состава преступления, потому что там нет ни клеветы, ни ничего. Там нет ни клеветы, ни заведомо ложных фактов. Поэтому я не знаю, с чем они идут, но я... И Драк Мирзелезаде тоже думал, что не будут доводить дело, да, но там, в общем, с трудом... Там тоже, конечно, нет состава, но придумать можно. Но тут, когда тебе говорят, ты наклеветал, ты оклеветал маршала этими словами, а тут и приходят архивные дела, показывают, вот, ничего, так и было. Там вообще у меня, видите, в посте там, в кавычках, вообще цитата для личного пользования, личного обогащения. И в России некоторым людям вменяют аккредитацию армии за цитаты Путина, дискредитацию армии. Да, я видел, да, это то. Поэтому, ну, именно поэтому я нахожусь вдали от этой страны, подальше от этой страны, как-то так. Спасибо большое. Нет, за что. Спасибо, что согласен. Интересный был разговор, мне кажется. Спасибо. Надеюсь. Все хорошо. Спасибо за комплимент и сравнение с Ройзманом. Нам еще нужны лайки, это позволит нам расширять нашу аудиторию, а мне кажется, сейчас это очень важно, об этом говорили многие гости этого эфира, и я надеюсь, я вас убедил, поэтому лайки, шеры, ретвиты, как принято говорить, всевозможные ссылки, кнопочка, колокольчик, комментарии с рассказом о том, что вы хотите нам рассказать от роста цен на продукты. Это я сейчас по контексту сегодняшней программы говорю, про солдат, я вас попросил написать. О чем угодно вы можете нам написать, мы это будем читать и читаем. Все это делайте, на этом все, пока. И лайки все-таки, как он мне откричет, и поставьте все-таки лайки, и лайки все-таки поставьте. И еще одно хотел сказать. Поставьте еще лайки. Я Тимур Олеский. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok